Спасибо Господу за этот сегодняшний день, за это воскресное служение. Сидишь и просто радуешься, насколько каждое свидетельство уникальное. И одно свидетельство дополняет другое. Я очень благодарна, что я это слышу. Я благодарна за то, что вы тоже это слышите. И здесь много чего сказано о постоянстве. Когда что-то сегодня сделаю, а потом ухожу, ничего не делаю. Бог не благоволит к таким людям. Мы должны быть постоянно. Только Иисус Христос может сделать жизнь христианина ценной. Только Иисус наш Господь. Поэтому, если мы доверяем нашу жизнь Богу, независимо ни от каких обстоятельств, вот как сейчас только что Андрей сказал, от условий, мы приобретаем благоволение Божие, милость Его и благодать Его. И мне сегодня поручили засвидетельствовать о финансовых чудесах. Чудес у меня много. Но я буду останавливаться на... Расскажу вам два финансовых чуда за последнее время. Это говорит о том, когда мы платим. Но не платим, а приносим Богу то, что Божье. Пожертвование. И немножко отступлю. Хочется сказать, что в церкви есть каждое второе воскресенье. Это особое пожертвование, когда мы прочитаем Бога и приносим Ему, ну, десятую, двадцатую часть от наших всех доходов и прибытков. Это особая жертва. И эту жертву делают те люди, которые действительно доверяют Богу свою жизнь. Которые не будут никогда постажены. Я в церкви уже тридцать лет и регулярно участвую в этих пожертвованиях. Регулярно. Если уезжают, я всё равно восполняю эту нужду церкви. Потому что каждый дом, он устрояется кем-то. А церковь Божья, вот кем она устрояется? Богом. Нами, людьми, кто приходит в церковь для того, чтобы встречаться с Богом, служить Ему. Одно из них. Когда я вдавела, мой муж перед этим мне сказал, ты не справишься с дачей, с огородом, поэтому продавай ему. И мы договорились о той цене, за которую мне надо было продать огород. Но ещё четыре года я продолжала там возделывать землю, исполнять то, что написано было в бытие, возделывать там. Но чувствую, что и сложно мне, мужская рука нужна. И всё это я не могу использовать всегда. Приносила, благословляла других людей. И вот знаете, что? Что делает Бог? У него времена и сроки. Одна сестра, у неё тоже есть огород. Мы обменивались нашим опытом. И вот она спрашивает меня, как тебе твои дела? Я говорю, ну я уже созреваю к тому, чтобы продать свой огород. И сколько ты хочешь? Ну я ей называю сумму. И я уже готова была продать за эту сумму, как мы с моим мужем договорились. Она сказала, ты что? Сейчас всё подорожало. И тут же, в этот день, она побежала ещё к одному человеку, который был подключён к моей той продаже. И знаете, какое Бог чудо сделал? Я не искала покупателей. За одну неделю нашёлся покупатель, который заплатил мне в пять раз больше. Слава Богу! Слава Богу! Вот подошла сестра, кажется. Она привела другого человека. Я думаю, что это делал Бог. Это делал Бог. Потому что это очень хорошее ценное качество, когда ты постоянен, когда Бог испытывает наши сердца. Я не хочу выставить себя, что я такая, как ангелочек. Нет, есть и падение, есть и взлёт. Но всегда держи сердца Бога. Держи. И прошу Господа, держи меня крепко в своих руках. Ну, второе чудо. В марте я перенесла сложную операцию. Она могла быть мне бесплатной, но я не успела оформить документы, потому что заболела. В это время, когда вот состоялся уже, мне должны были выдать вид на жительство в Белоруссии. Но я заболела и не подала вовремя. Хотя всё было уже готово. И там решался сложный вопрос. Брать с меня эту плату или нет? Поскольку я иностранник, я житель Латвии, то, конечно, вопрос решался ещё. И когда мы внесли одну сумму там, то администратор этой больницы, она сказала, вы не переживайте, если только решит коллеги, что бесплатно, то нам эту сумму выплатят. На тот день, на тот момент у меня денег там таких не было. И слава Богу, что я Ему служу. Вот уже 15 лет, как я нахожусь в молитвенном служении в нашей базовой церкви, и молитвенная группа мне выделила очень много денег. Мне расписали на целый год эту сумму. И поэтому вот на сегодняшний день я ещё своими личными деньгами не внесла ни одного евро. Всё. Бог прилагает людей. И половина той суммы, к которой мне нужно пойти за операцию, она уже оплочена. Слава Богу. Я очень благодарю Бога. Я очень благодарю Бога, что неприятно слышать тех людей, которые говорят о постоянстве. Я ни одного воскресного служения, ни одного служения по средам, хоть я очень далеко живу, но меня туда как магнитом лечёт. Это действительно делает Дух Святой. Это моя ответственность перед Богом. И поэтому не надо быть прихожанами. Пришёл, не понравилось, ушёл. Определись, какова твоя цель. Как ты хочешь служить Богу? Что ты хочешь получить? Как ты хочешь устраивать свою жизнь? И поэтому, если мы Богу покажем нашу верность, то знаете, что мы не останемся в долгу перед Богом. Бог проведёт тебя через все обстоятельства, которые нам недоступны. Мы не сможем своими силами это преодолеть. А Богу всё возможно. И поэтому верно говорят, чтобы мы были мудрыми. То, что мы можем делать, делай, не слабевай. То, что мы не можем делать своими силами, оставаться в состоянии покоя, иметь покой. Бог тогда войдёт в эту ситуацию и разрулит эту ситуацию. И, конечно, пусть даст Бог нам мудрость отличить одно, где я могу сама, своими силами, своими усердиями. А там, где я не могу довериться Богу. Ну что ж, дорогие мои, следующее воскресенье у нас – это прекрасная финансовая река, когда мы почитаем Бога своими десятинами. Пусть это слово кому-то не нравится, но оно в нашей Церкви ещё существует, и верное слово. Если вы не согласитесь с словом десятиной, тем, что якобы мы под благодатью, а раз под благодатью, принесите двадцатины, сколько кому Бог определит на сердце. Но не слабевайте, потому что никогда только Бог устроит нашу жизнь счастливой. Только Бог, видя нашу верность, как мы исполняем то, что Богу. Мы эти деньги приносим сюда для благоустройства Церкви. Заплатить аренду надо, чтобы люди приходили и слышали Слово Божие. Это на дела Божьи. Бог для нас сына не пожалел, поэтому мы должны остаться верными и делать то, что это написано в Слове Божьем. Как сегодня Лариса Молодец сказала, о финансах в Библии очень много написано. Это не люди придумали, как многие думают, и не принимают этого. Но кто понял, кто это принял, кто действительно проявляет усилия, он в стыду не останется. Здесь не имеется в виду только наша финансовая часть. Это наше благополучие, это наш успех, это преодоление всех наших трудных, кризисных ситуаций. Бог везде вмешивается и приведет нас, и поднимет нас. Вот такой всемогущий наш Господь. Разве мы откажемся делать Божье дело? Конечно же нет. Да благословит каждого из нас. Наш Господь любезный, любит, заботится о нас. И мы будем Ему служить, верой своей, верными будем. Во имя Иисуса Христа. Спасибо. Может быть сейчас что-то берем наше пожертвование? Нет? Еще свидетельство. Ага, я свидетельство, хорошо. Приступаем. В первую. Спасибо. Спасибо.